Всем привет! Вы на канале Вязание с Крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! Снимаю отчет по совместному проекту Ликвидация 4, который организовала Аня Полозняк. Ссылочку на организатора и девочек, участвующих в проекте, вы найдете в описании к данному ролику. Задание недели было сиреневый туман. Ну и, собственно говоря, есть одна единственная работа, над которой я трудилась в прошлой неделе, с этим цветом. Это вот такая футболочка. Это мой недовяз. Прошлого лета я его заявляла в самом первом вступительном видео, и когда это задание выпало, я решила его завершить, зафиналить, так сказать. Футболка детская на мою дочь Алису. Ну, здесь размер примерно полтора-два года, и по вот этому фиолетовому маркеру можно заметить тот момент, откуда я начала данное вязание. В принципе, я ее довязала до конца, не полностью она убирается в кадр. Единственное, что здесь не пройдено в итоге, и не пришиты вот здесь вот пуговички, потому что вот так должно быть. Изделие вообще, конечно, вязалось на лето. Прошлое лето я хотела его связать, по-моему, там в середине, в конце июля, в начале августа, возможно, вот что-то такое. Но лето закончилось, футболка не связалась, она отложилась, поэтому горловина здесь такая узенькая, и очень хорошо, что я связала все-таки планку под пуговицы. Но даже сейчас нам вполне хорошо себе эта футболочка сидит. Ну, конечно, после в итоге все это подправится, косина уйдет. Вот здесь вот я сделала такой ажурный, ну, край, да, листочки, кайму ажурную, и она, соответственно, тоже вот так вот заблокируется, и будут вниз вот такие вот листочки. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вязала из пряжи Ализе Белла на спицах номер 3, это 100% хлопок. Так, производители рекомендуют нам спицы 2, 4, крючок 1, 3, ну, я уже сказала, что вязала на тройке. 100 грамм 360 метров. К сожалению, у меня это последняя этикетка, последний моток, вязала вообще из остатков, и так получается, что здесь почему-то нет номера цвета. Вот. Всего футболочка весит у меня 76 грамм, но 35 грамм было вот вывязано изначально вот эта часть, поэтому в проекте вывязано 41 грамм, и это 147 метров. Надеюсь, что в итоговом видео покажу вам фото на модели, постираю, доведу до конца. Ну вот, собственно говоря, больше мне рассказать про нее особо нечего, про эту работу, но задание выполнено. Дальше давайте немножечко порассуждаем по поводу вопроса. Я буду вязать в кадре носочек. Вопрос звучал так. Платное описание, как вы к ним относитесь, покупаете ли, почему покупаете, почему не покупаете. На самом деле, частично на данный вопрос я уже отвечала в ролике, когда мы говорили про заработки на вязании. И там я уже частично эту тему затронула, но ничего, переговорю еще раз. Ну, собственно говоря, мое мнение не поменялось. Я вязала по платным мастер-классам, но всегда, ну, как бы я лично за них не платила. Было несколько раз, когда мне дарили платное описание. Я там выигрывала. Кстати, в прошлой ликвидации я тоже выиграла. И там девушка мне подарила платное описание. Также участвовала в различных раздачах, когда мастера, ну, как бы залавливая, так скажем, что ли, раздают свои мастер-классы, да, которые потом продают. Ну, так мастер, я так понимаю, знакомит со своим материалом. И если подача нравится людям, да, то они уже идут и покупают другие мастер-классы. Ну, и есть различные марафоны, где нужно отвязать одну часть, тебе дают продолжение. Также участвовала в тестированиях. Как я отношусь к платным мастер-классам? Отношусь я абсолютно хорошо, абсолютно уважительно. Это особый труд, и девчонки над ним работают долго, усердно, усидчиво. И, конечно, я уважаю их время и их труд. Вот, почему же я сама лично не покупаю? Ну, во-первых, практически все, ну, по крайней мере, большинство мастер-классов рассчитаны именно по петельные, да. А я так не люблю. Мне нужны формулы, мне нужно самой рассчитать, да, пускай я не попаду. Но вот в петельные мастер-классы тоже попасть очень сложно, по крайней мере, мне. Вот. Вязала я в тестовых описаниях, да, вот тестирование было на мужской джемпер, и там я связала практически все. Но в размер не попало. Я, кстати, его так и не распустила, хотя в начале уступительного видео обещала. Там я связала на 56 размер мужской джемпер, полтора рукава мне осталось до финала, оставалось. Но джемпер не сел, а потратила я очень много времени на спицах 3,5. Поэтому немножечко пока побаиваюсь данной мастер-классы покупать. Я считаю, что есть все в бесплатном доступе. Ну, не все, но практически все. И здесь уже другой вопрос. Что ты покупаешь? Ты в основном, ну, я говорю ты, да, говорю просто про людей, которые покупают мастер-классы. Это ваше время. То есть, особенно новички, если им непонятно, им нужно что-то искать. То есть, информации очень много, но найти правильную, найти доступную для тебя нужно потратить большое количество времени. Если девчонки, ну, вот как я сижу, сидят в декрете, да, возможно, хотя декрет это тоже такая интересная работа, так скажем, да. В общем, если это время есть, то можно, конечно, поискать. Но есть девчонки, которые, естественно, на работе, которые дополнительно и все домашние дела, и дети. Ну, в общем, все мы в такой ситуации рано или поздно оказываемся, да. У них мало времени. И в таком случае, я считаю, что можно купить мастер-класс и не терять время на изучение. Ну, в общем, вот как-то так. Хорошо, что они есть. Хорошо, что они появляются. Другой вопрос, что не все мастер-классы качественные. Ну, вот здесь вот уже, конечно, спорный. Нужно находить своих мастеров, подача темы, подача материала, которых вам близко. Ну, в общем-то, собственно говоря, и все, что я хочу сказать на эту тему. Так, в кадре вязала носочки. Начала я их недавно. Давайте покажу. Это будет просто лицевая гладь. Две пряжи совмещаю. Вот верхняя пряжа на резиночке. Это вот такая Лиза Суперош Комфорт Сокс. Номер цвета 440. А вот данный оттеночек, это уже Артисан. И это номер цвета 9011. Ну, здесь у меня самое начало еще только есть. 56 петель. Женские носочки. Спицы 225. Проста лицевая гладь здесь будет. Вот такой процесс у меня есть. И начался он на этой неделе. Так, давайте сначала покажу вам мелочевку, которая недовязана. Вот этот моточек мне, кстати, подарила Галя с канала Вязание на перемене. Галя тоже с нами участвует. И говорю большое спасибо девочкам, которые подарили мне пряжу. А в этом выпуске у меня несколько таких изделий будет из подаренной пряжи. В том числе и вот эта. Да, это пряжа Ализе Вуллтайм. Номер цвета 161. Здесь уже в 100 граммах 200 метров. Состав тот же. 75 шерсть, 25 полиамид. Дальными моточками подарила Люда с канала Капелька Цепла Людмилы Зверевой. И я решила связать носочки для себя. В прошлый раз из Вуллтайма я вязала спицами 3,5 на 48 петлях. Но лично для моей ноги этого оказалось много точнее. И здесь я решила вязать на 44 петлях. Разбавила однотонную пряжу вот таким узором. Этот узор называется Цепочки. Ну вот они у меня как ракушечки легли. Потому что в хаотичном порядке их делала. Делала пяточка стронг. И здесь резинка соответственно 3 на 1. Ну подставляла под узор. Вот. Один носочек у меня готов. И второй носочек у меня отвязывается на моменте ступни. Вот так. Ну я думаю, что в следующем году, хотела сказать. На следующей неделе, которая кстати у нас будет последняя перед итоговым видео, я покажу вам готовую работу этих носочков. Так. По недовязанным носкам это все. Но у меня есть еще один маленький проект, который я начала на этой неделе. И вяжется он из пряжи Детская сказка по МК Амини Кирова. Это будет пасхальная корзинка для яиц. Ну здесь у меня нет больших каких-то продвижений. Вот такая вот начало. Салфеточки. Не знаю, не поняла я еще как ее вязать. Да, но в общем-то мне вот нужно вязать вот такой вот. Ну как круг, не круг. В общем что-то. Детская сказка по МК Амини Кирова. Это 100% хлопок. Здесь нет метража, но в интернете пишут, что 250 метров на 100 грамм. И рекомендуют только спицы 2,2,5. Я вяжу крючком номер 3. Но на самом деле крючком номер 3 вяжу, потому что 2,5. И у меня как-то из строя вышел. Растерялись у меня все крючки по дому. Не понимаю, как такое возможно. Вроде каждый раз кладешь все на место, а раз и нету. Поэтому пришлось взять крючок номер 3. Ну а моточек выглядит вот так. Начало есть. Думаю, что до пасхальной недели я довяжу эту работу. Нужно, конечно, будет ее закончить. Так. И теперь готовые работы у меня на этой неделе. Ну, помимо футболочки, конечно, у меня на этой неделе только маленькие работы являются готовыми. Первым это снуд для сына моего из мериноса 100% джелонг, который называется. В прошлый раз я вам, по-моему, показывала половину работы. Я ее довязала до конца. Вывязала пряжу в ноль. И, собственно говоря, вот такой снуд у меня получился. Он не очень широкий, но за счет платочной вязки очень хорошо тянется и полностью по голове ребенка садится. Ну, в смысле, по шее. То есть я имею в виду, что проходит через голову довольно свободно и ложится на шею комфортно. Так. На снуд у меня ушло 45 грамм. Это 85,5 метров. Носочки. Синие носки я вам показывала в прошлый раз. Один готовый у меня был, ну и второй готовый я довязала буквально вчера. Они у меня еще без ВТО. Это мужские носки 45 размера. Дались они мне довольно тяжело. Вот. Два носка готовы. Попала в секции. Хотя переживала, что вот здесь в самом начале немного меньше отмотала на второй носочек. Да. Чем нужно было. Точнее, чуть-чуть побольше. Вот. Но все-таки секции у меня совпали. И я очень рада. Это Ализа Супервоз, номер цвета. Давайте подпишу на экране. Не взяла с собой этикеточку. И носки у меня вышли 75 грамм, 315 метров. 68 петель я вязала. Они готовы и носочки. Участвовала я в тестировании описания. Как раз-таки к нашему вопросу. Это описание составила Кира Ёлышина. И очень я благодарна, что она взяла меня в тест. Надеюсь, я ее не подвела. Носочки готовы. Они уже после блокировки. Единственное, что мне нужно сделать красивой фотографией. Этого я еще пока не сделала. На носочки у меня ушло 63 грамма. 264,5 метра. И вязала из трех пряж. Это Ализе. Артисан и Супервоз. Собственно говоря, первые два моточка я показывала изначально. Вот так. И так. Которая новая начала. 90-11. И этот 440. А третий цвет, вот этот серо-бежевый, это 152 номер. Здесь красивый узор. Уже начинается с резинки. Дальше. Ну, такой тоже, как ракушки. Ну, я не знаю, как он называется, этот узор, да. Вот. И очень интересная пяточка, с которой я хочу поработать. Я не вижу вообще пятки, в которых нужно поднимать петли. Но вот этот вариант мне очень понравился. И я думаю, что в ближайшее время я воспользуюсь данным методом вязания. Так. По мелким процессам у меня все. Теперь я сейчас освобожу стол. Мы пойдем с вами говорить про плечевые. Первый процесс, который вы у меня тоже, по-моему, еще пока не видели. Я начала вязать себе кардиган из пряжи Alize Angora Gold. Данную ниточку мне уже подарила Света Найдина, с одноименного канала. И спасибо тебе, Света, тоже большое. 100 грамм, 550 метров, 80 акрил, 20 шерсть, спицы 3-6, крючок 2-4, номер цвета 164. Alize Angora Gold. У меня упаковочку Света этой пряжи подарила. Ну, и я поняла, что нужно вязать что-то большое, объемное, плечевое. Я выбрала для себя вязание кардигана. Буду вязать его сверху вниз, цельновязанной планкой, регланом. И узор для вязания я выбрала соты. Здесь, конечно, еще немножечко сложновато понять, потому что самое начало, потому что довольно долго вязалась сама планка изначально. Ну, и небольшие совсем продвижения у меня есть. Вяжется он на спицах номер 4. Постепенно буду продолжать вязать. Ну, и посмотрим, сколько в итоге получится за последние... Сколько у нас там? Две недели получается? Я просто не помню, до какого числа итоги точно. Джемпер круглой кокеткой для меня продвинулся довольно хорошо на этой неделе. Я завершила тело. Вот оно у меня здесь, у меня маркера, но я, честно говоря, не знаю, что они обозначают. По-моему, после ликвидации я в прошлый раз забыла поставить. У меня какая-то часть тела была отвязана, но вот какая точно, я уже не помню. До конца довела узор, резинку 2х2 здесь сделала небольшую, но я сделала именно ту длину, которая, как мне кажется, хорошо подходит к моему сложению фигуры. И вчера я еще связала и закончила вязать рукав. Вот он, полноценный рукав, связан с постепенными убавками. И резинка 2х2 закрыла тут иголочкой. Остается связать один рукав и переделать горловину, потому что, ну, понятно, да, что здесь что-то совсем печально на горловине. Не знаю, придется ли мне ложную кетлевку перевязывать. Распущу вот эту резинку 1х1 и посмотрю, хотя мне кажется. И остается 2 процесса. Это кардиган для Алисы из Бэби Вула в 2 нити. Так, ну, в прошлый раз я говорила, да, что приостанавливаю вязание тела и перехожу на вывязывание рукавов. Ну, и, собственно говоря, 2 рукава я и отвязала. Вот они у меня есть. Сейчас буду переходить на вывязывание капюшона. А потом уже буду принимать решение, буду я распускать тело или нет, потому что хочу распустить до... Ну, здесь вот хорошо читается линия прибавок, этот ряд прибавок, где я делаю такой асилуэт, раскрешение. По остаткам уже посмотрю, буду ли я его делать или нет. Посмотрим. Ну, и вообще, когда уже отвязаны рукава, когда будет отвязан капюшон, будет понятно, как изделие сидит на ребенке и что уже дальше с ним делать. Поэтому, наверное, это хорошее решение было перейти на отвязывание деталей. Спицы 4,5. И последнее изделие, это платье интерлаком. Здесь я вам не покажу больших грандиозных продвижений, но один рядочек я провязала. Вот он у меня. И то, кстати, по-моему, не до конца. Да, я вот здесь не до конца один квадратик буквально сделала. Ну, и вот он маркирок с прошлого раза, один ряд. Как вы видите, у меня очень много процессов. На следующей неделе начинаются три астарты. Меня почему-то безумно сейчас вдохновляют носки. Я вообще не ожидала от себя такого, кто бы мог подумать, что мне будет хотеться вязать носочки. Но платье интерлак тоже очень-очень хочется продвигать. Поэтому я надеюсь, что это и буду делать. Вот. Аня нам, когда говорила о задании, да, она предлагала нам, девчонки, это же ликвидация, завершайте свои недовязы, завершайте. А получается, что из моих недовязов, именно вот таких вот жестких недовязов, которые давно уже лежат, только вот футболочка завершилась, и то благодаря заданию. Конечно, да, последнюю неделю надо бы и над этим поработать, но платье за неделю я, конечно, не свяжу. На следующей неделе взять какое-то планирование, чтобы продвигать все процессы плавно, но не знаю, честно говоря, получится ли у меня, потому что там же еще и три астарты, в которых я буду участвовать. Благодарю вас за внимание, за то, что посмотрели данный ролик. Спасибо вам большое за комментарий и отклик к моему каналу. Это очень-очень важно для меня. Не забывайте переходить к девчонкам, что же навязали они, это всегда очень интересно, а также интересно слушать ответы на вопросы. Желаю вам всего самого лучшего, доброго и светлого, и всем пока-пока-пока, до следующих видео.